Ты, получается, дал очень много громких интервью, где рассказывал историю свою, как ты бежал, попал в Испанию. Получаешь ли ты какие-то угрозы? Семья твои какие-то угрозы получает? Или все спокойно пока? То есть что происходит у тебя именно с властью сейчас? Ну, в данный момент я получаю угрозы именно с социальных сетях, получаю угрозы. Ну, это меня веселит, мне от этого было смешно, какие угрозы. Вообще, просто не знаю, где, откуда пишут. Ну, меня так не пробить, ребят, типа, вы думаете, напишите мне какие-то комментарии, давайте ищем, давайте найдем. Да вы, прежде чем это писать, вы хотите фотографии, скидывайте номер телефона и иметься встречи. Да-да, я еще подумаю. Взять, кинуть с левого аккаунта какую-то угрозу, ну, это смешно. Это просто смешно. А насчет родственников, я не знаю, так как мои родители все поддерживают преступную вот эту власть, какую я считаю вот эту власть преступной. Ну, скажем так, на мою другую семью, близкую мы сегодня, ну, поняли, кто там, жена и так далее. На них сейчас совершают давление ФСБ и военные структуры. Мне пытаются сейчас меня найти, поймать. Ну, я связи с ними не держу, так как, ну, чтобы они никак на меня не могли, соответственно, выйти, и, соответственно, чтобы их не трогали. Я не собираюсь даже с ними связаться, но как-то так. Я выбор что-то сделал. Хорошо. А насчет выбора. Почему именно Испания? Сейчас есть ситуация. У меня было три пути. Поехать на преступную войну, убивать ничем невинных украинцев и украинских солдат, либо сесть в тюрьму. Эти два варианта мне никак не устраивали. Поэтому я решил, что надо идти бежать по всей стране. Я давно хотел в страну выйти, так как я 14-го года занимаюсь оппозицией. Ну, да, многие скажут, что за бред, типа, занимаешься оппозицией, пошел в армию. Но, ребят, посмотрите, на Уссалинте репаблик, там надо будет подписку, конечно, оплатить. Но если кто-то у вас уже вдруг оплатил, пусть вам скинет, покажет. Или вкратце к вам перескажет, что я в армию попал на срочку из-за ФСБ, так как они мне предложили их сотрудничество, я с ними отказался. Говорят, иначе пойдешь в армию. И после 24-го часа за мной прям полицейский приехал, повестку в руки и пошел туда. Соответственно, когда в армии оказался, и 2-3 тысячи за зарплату мне это не устраивало. И тогда не было никого намека на войну. Ну, думаю, ладно, сейчас там 2-3 года, или там сколько служит по срочку, чтобы... Ну, и служит еще и контракт, чтобы... Ну, потом тебя не трогали. 2-3 года, по-моему, где-то. Вот. Я думаю, ну что, еще поработаю, оттуда уволюсь уже, и все дальше уже выполнил свой план идею с Россией уехать. Ну, и попала такая ситуация. А кто начал говорить, да ты мог уйти, 5-10-е. Ребята, вы сами понимаете, что органы ФСБ, это вам не какая-нибудь в России такая организация, что ой, иди нафиг я ушел. Они тебя поймают, и придумывают, что тебя захватить, и тебя убьют, и прибьют тебя. Они придумывают много путей, чтобы тебя поймать. Просто вы лично с этим не связывались. Одни не страдали, одни ничего не получали, поэтому надо клюху говорить. Я, конечно, никому не желаю, чтобы вообще попадали в такую же ситуацию, но когда вы с ними свяжетесь, вы меня поймете. Может, наверное, только до вас тогда отойдет. Что это за организация, кто такие люди? Да, ну вот я имею в виду, что ты, когда выбирался из России, в принципе, есть немало стран, куда можно было поехать, в той же Европе. Вот почему ты именно выбрал Испанию, вот именно оказался именно в Испании? Испанию именно я выбрал, потому что, во-первых, Испании мне сама нравилась, потому что это самая Южная Европа. Я люблю люди потеплее. Во-вторых, мне сама Испания нравится тем, что Испания занимает второе место по всем мировым языкам. Первое – это, соответственно, English. А второе – это испанский язык, соответственно, мне вот этим она нравилась. И пейзаж у нее красивый, и вообще место очень хорошее в Испании. Даже я, вот, когда приехал, меня все поражало, ее красота, вот, как у них сделано. Даже вот сравнение с Россией. Вот я вот живу в Князе Волконке, я живу в Кабаровске. В сравнении даже Кабаровск, вот сейчас в той деревне я живу, это даже сравнение, и все красиво, все убрано. Вот как вот все это говорилось во всех видео, которые люди тоже делали, репортажи, допустим, мы в Испанию приехали, тут все классно, красиво. Это намного лучше, чем в России. В России есть чему поучиться у других стран, как облагородить общественное место, как вообще сделать лучше. Ну, соответственно, я не в Испании. А ты первый раз в Испании, да? Да, я первый раз в Испании, за границами первый раз. Что ты думаешь о современной России? О современной России? Страна какого-то третьего мира, там или четвертого, наверное, уже пятого мира уже страна какая-то. Вообще даже какая-то, наверное, африканская страна какая-то, даже, по-моему, даже получше бы, чем в России. А ты веришь в перемены в России или нет? Перемены? Да. А такое слово, раз существуют в русском языке, перемены? А, да, что-то, по-моему, слышал про такое слово? Да, я вспомнил. Нет, ну какие перемены, посмотрите, люди сидят, терпят дальше, их детей оббивают на ванне, оправляют в обратном мусорных мешках. Ну, это вообще же идиотизм, люди, признанец их детей оправлять. Вы же их не для этого рожали, чтобы в мусорных мешках потом получать. Это дети ваши. Если ваши дети там не находятся, помогайте им, встревайтесь, думайте, что вы ничего не можете сделать. Вы все можете сделать. Вы даете это, если вы это подадите огласке, все это, все может получиться. Надо действовать, хватит сидеть уже. Надо брать и делать, брать и делать. Брать дело свои в руки, а не сидеть. Хватит уже сидеть. Слушай, а ты какие-нибудь еще случаи знаешь, людей, которые, может быть, с тобой служили вместе, и которые прессуют их как-то, или тоже кто-то убежал, или какие-то подобные случаи твоего? Знаешь какие-нибудь? Нет, было так, что я большинство союзов служивцев, которые говорили, да мы вернемся, что нам делать? И я очень много, многих союзов служивцев, я ему говорю, кого? Я их всех отговорил. Ребята, не надо туда возвращаться. Я прям с ними общался, вот как бы типа с тобой, только живу, с ними общался. Почему не надо? Они прям хотели вернуться. И можно сказать, что я их повлиял так на них, чтобы они не вернулись обратно туда. То есть, они как бы, чтобы их уволились, то все. Просто они успели официально по документам уволиться, все как бы делать, и исключиться из части. А мне как бы увольнения было, но исключения из части не было, иначе мой контракт продлевается, соответственно, я иду нести службу дальше. То есть, грубо говоря, совершать преступление на украинской земле. А я этого не хотел делать. Слушай, ну вот ты говоришь, что ты отговаривал. То есть, все-таки люди, которые идут туда воевать, идут с оружием, все-таки в большинстве своем, они понимают, что они делают, для чего они там находятся. Ну, некоторые не понимают, некоторые думают, типа, вот я в армии был, типа, а что я буду делать? А я объясню, почему такую ситуацию, почему у людей такое чувство появляется, обратно вернуться. Потому что, сейчас объясню, у людей во время боевых действий появляется адреналиновая зависимость. Из-за того, что ты живешь в стрессе постоянно, в адреналине, а когда ты попадаешь уже на пустую гражданскую жизнь, его нету, я сам через это проходил. Мне тоже такие дебильные мысли посещали, что-то адреналина нету, может, туда я только думал, типа, что я себя останавливал в этом, понимал, что я говорю, бред, я говорю, бред, надо останавливаться. Это все вот чисто психологического момента, за то, что когда человек находится в стрессовой ситуации, у него каждый день адреналин, и когда это заканчивается, поток, это как, знаете, как вот человек-наркоман, он принимает, 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 устанавливается, и у него ломка дикая начинается. То же самое, что у человека заканчивается адреналиновая ломка, и он хочет опять адреналина. Но это надо побороть, это надо побороть, это надо через себя переступить и побороть. Когда ты это поборешься, у тебя точно же желание не будет возвращаться туда-обратно. Понятно. То есть у них именно психологическая, ты считаешь, проблема, да, что люди туда... Да, 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 потому что они оттуда уехали, которые якобы в отпуск там, или там по семейным соядествам, они обратно встречаются за короткое время, и отпуск не дают большой, какой должен быть, типа, почему не дают в это большое время? Потому что люди из этого времени могут отвыкнуть от войны и уже не поехать. Вот. Слушай, ну вот, а что они говорят? Ну то есть вот они же понимают, что они едут в чужую страну, да? То есть, ну, убивать людей из другой страны. Как они себя оправдывают? Ну, правда в том, что, скорее всего, это люди из бедных семей, которые деньги заработали, направили, и которые хотят там дальше на что-то накопить. Ну, слушайте, ребят, зарабатывать деньги на чужой крови, это вообще неправильно дело. Я бы понял, если бы, реально бы, вот, как сказать, если миру угрожало опасность, и какие-то террористы угрожали всему миру, то есть, если это была бы всеобщая борьба не только России, допустим, к примеру, а вот весь мир бы воевал против какого-то террориста, который угрожает всему миру, потому что весь мир взорвет, весь мир. Да, да, это одно дело, боевая против всеобщего терроризма, против всего этого, но никогда Россия нападает на Украину. Это терроризм, нападать на страну, которая тебя меньше, которая меньше потенциала. Это, и вообще, это вот, не только за это, и вообще это преступление, брать, нападать на Украину. Ты хочешь что-то сказать, например, гражданам России в войне? Ну, я что хочу сказать, единственное, что я хотел бы сказать, если я тут, ну, когда война закончится, надеюсь, что она закончится тем, что Россия будет репарации платить и так далее, и надеюсь, что эти чиновники, чинуши и вот эти пропагандоны вроде как словеного помета, если я кто-то вижу, им не повезет, если они меня встретят здесь. Им просто не повезет, потому что первый в расход пойдут пропагандоны, которые, скажем так, занимаются зомбированием людей, и под это их зомбирование попала моя семья, с которой я не общаюсь, и общаться не буду, потому что они поддерживают преступную власть, и семье над темой нереально говорить. Вот первую подраздачу, у меня попадут пропагандоны. Если я кто-то вижу, я все не сдержу. Я с ними сделаю все, что мне будет в голове. Я надеюсь, что они все будут сидеть в тюрьме, и ты их не встретишь. Я тоже надеюсь. Они не будут ездить по Европам и отдыхать в Испании. Не, ну, знаю, но тюрьму посадить их, это как-то гуманно, я считаю. Их надо посадить, знаете, куда, центр Украины, куда можете их посадить, в клетку, посадить их всех, и чтобы весь украинский народ их видел, и мог делать с ними что-то угодно, там, грязи их обливать, там, скажем так, протухшими яйцами, томатами их обкидывать. То есть, как бы, люди видели, как зверей, которыми можно прийти, поиздеваться, в них что-то кинуть. Я считаю, это идеальное для них наказание, чтобы весь народ, которому они причинили боль и страдания, мог наказать их даже вот так вот, вот этим. А убивать их, я как считаю, это очень гуманно, очень гуманно, ребят. Это очень гуманно их убивать. Их надо наказывать, чтобы они были все наказаны. Хорошо. Спасибо, что пообщался со мной. Рад был с тобой познакомиться. И я думаю, что раз мы находимся в Испании, мы обязательно встретимся с тобой и пообщаемся вживую. Конечно, я приеду там к тебе. Мы еще вместе с ним снимем, как мы уходим вместе на митинги в поддержку Украины, что я вообще сейчас сильно желаю там оказаться.